В 60 километрах от Москвы, вдоль Симферопольского шоссе, расположено старинное село Молоди. На этих землях 425 лет назад произошло судьбоносное для России сражение с полчищами крымского хана Девлет-Гирея. Годом раньше Крымская Орда опустошила московские земли, разорила и сожгла столицу, уведя в полон десятки тысяч человек. Ситуацию усугубляла эпидемия чумы и голод. И в это же время Россия, неся большие потери, вела затяжную Ливонскую войну. После сожжения Москвы, крымцы, поддержанные Османской империей, выдвинули план полного военного разгрома и подчинения русского государства. Девлет-Гирей приказал расписать между Мурзами города и уезды России. Подобные же планы вынашивал в 1380 году хан Мамай. Прошло 200 лет, и ситуация повторилась. Россия вновь оказалась перед выбором, быть или не быть. 28 июля 1572 года 50-тысячный войско Девлет-Гирея, в состав которого входила Ногайская Орда, турецкие янычары, переправилась через Акул и устремилась к Москве. Передовой полк Дмитрия Хворостинина начал преследовать арьергат противника. Бой произошел в районе села Молоди. Татары не выдержали удара и бежали. Девлет-Гирей, опасаясь ударов русских войск с тыла, прекратил наступление на Москву, остановившись в семи верстах севернее Пахры. Тем временем русские войска по приказу своего военачальника Михаила Ивановича Воротынского на высоком берегу реки Рожай в селе Молоди спешно возводили передвижное укрепление Гуляйгород. За его стенами укрылся большой полк. Остальные полки прикрывали его фланги, скрываясь в окрестных лесах. У подножия холма за речкой Рожай стояли три тысячи стрельцов, чтобы поддержать воевод на пищалях. Опричный князь Хворостинин, не в силах противостоять превосходящим силам крымчаков, начал отступать по Серпуховской дороге и увлек татар к стенам Гуляйгорода. Здесь, между Молодями и Лопасней, на позициях, укрепленных русскими войсками, развернулись решающие бои. 30 июля татары всей массой обрушились на русских. Стрельцы полегли все до единого, но засевшие в Гуляйгороде воины отбили атаки конницы сильной пушечной и ружейной пальбой. Обеспокоенный неудачей, главный татарский воевод Дивей Мурза приблизился к русским позициям и был захвачен в плен. Кровопролитие продолжалось до самого вечера 30 июля. Потери татар были исключительно велики. После двухдневного затишья, 2 августа, Дивлет Гирей возобновил штурм Гуляйгорода. Невзирая на потери, татары упорно пытались опрокинуть его неустойчивые стены. К концу дня, когда их натиск ослаб, воевода Воротынский с полками покинул Гуляйгород и, продвигаясь по дну оврага позади укреплений, скрытно вышел в тыл татарам. Оборона крепости была поручена Дмитрию Хворостинину. По условленному сигналу он дал залп из всех орудий, а затем предпринял вылазку на врага. В тот же момент с тыла ударил Воротынский. Татары Татары не выдержали внезапного удара и бросились бежать. Множество их было перебито и взято в плен. На другой день русские продолжали преследование неприятеля и разгромили арьергарды, оставленные ханом Нааке. Сей день принадлежит к числу великих дней нашей воинской славы, писал Николай Михайлович Карамзин в истории государства российского. Россияне спасли Москву и честь, утвердили в нашем подданстве Казань и Астрахань, отомстили за пепел столицы, уняли крымцев, наполнив их трупами недра земли между лопасней и рожаем, где даны не стоят высокие курганы, памятники сей знаменитой победы и славы князя Михаила Воротынского. Прошли века, и окрестные курганы, распаханные крестьянами, представляют собой едва приметные возвышенности. Но народ хранит память о Маладинском сражении. Вот этот курган в районе деревни Змеевка, на вершине которого мы находимся, как гласит легенда, был насыпан шеломами на братской могиле павших русичей. А в этих курганах, по преданию, похоронены крымские воины. Лет 30 назад сюда приезжали московские археологи, которые подтвердили народную легенду. Местные старожилы связывают с победой при Маладях и возведение сельского храма. Архитектор, который здесь закладывал это дело, он говорил, что это построено в честь... И тоже была дата, как мы сейчас отмечаем, 50 лет там. И эта дата запечатлелась в этой церкви. Теперь вот тут, в Бугору, вот мост, который немцы строили, бетонный мост после войны. И вот они, когда начали брать землю для расширения полотна, то они вскрыли много братских могил. Много черепов, костей всяких. Какие места связаны с Маладинской битвой? Кабельное хозяйство. И там территория загорожена. И вот эта территория, тут базировался, это же рассказывали нам, ополчение, по данному времени, ополчение. Оно там такой овраг, довольно глубокий по тем временам. И вот в этом овраге концентрировался партизанское подразделение, что ли. Увы, о Маладинской битве почему-то не принято вспоминать. Даже нынешний юбилей, 425 лет, обойден полным молчанием. Предана забвению великая победа русского войска, спасшего Москву и Россию. Победа, позволившая обезопасить южные границы нашей Родины. И как не вспомнить о ней в год 850-летия Москвы, не приехать сюда, в Молоде, в церковь Воскресения Славущее, и не затеплить поминальную свечу о доблестных русских воинах, той погибшей Молоди, в память которой, по преданию, и названо это старинное русское село. КОНЕЦ КОНЕЦ